Новость, которая касается многих в Москве, призывников будут искать с помощью системы распознавания лиц. Об этом сообщил военный комиссар столицы Максим Локтев. По его словам, основная причина неявки молодых людей в военкомат – это проживание не по месту регистрации. С этим камеры и помогут. Кроме того, предприятия и университеты передают все сведения о призывниках военкомам, напомнил Локтев. С такой информацией о человеке оповестить его о призыве не составит труда, подчеркнул он. Обсудим, как можно избежать опознания на улице с Михаилом Клюмаревым, директором Общества защиты интернета. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер, добрый вечер. Да, для начала вопрос. Вообще можно остаться… для современных камер в Москве вообще можно остаться незамеченным? Ну, то есть как-то так выглядеть, чтобы тебя не опознали? Ну, сложный вопрос, потому что много всяких разных есть входящих условий. Камер много, они разные, они разные разрешающие способности, они по-разному установлены и так далее. Там какой-то универсального какого-то, наверное, такого совета я дать не могу. Ну, потому что вы не можете ходить, например, в маске постоянно. Вот. Более того, там современные камеры могут опознать, ну, не по части лица. Вы так закрыли, часть лица вы закрыли, но у вас остались глаза. По глазам могут распознать, поэтому помогут очки. Но опять же, вы не можете ходить весь день в очках темных. Вот. Может быть какая-то бейсболка, кепка. Вот. Ну, на самом деле, лучший способ борьбы вот именно с такими вещами, это, ну, не попадаться, как бы это сказать, вообще в поле действия вот этих всех органов. То есть не ходить буквальным образом, не ходить в военкомат, не оставляя там своих фотографий. То есть они же не могут искать человека, да, у которого, фотографий, которого они не знают, как он выглядит в лицо. Поэтому не ходите в военкомат, ни в коем случае, ни на какие там, не знаю, сверки документов и так далее. Это вот как раз вы попадаете в поле зрения. А вот эти все, значит, сервисы типа Яндекс.Еды, у которых утекают базы, да, собственно, наверное, силовики, если захотят, они просто заберут эти базы, не знаю, как сейчас это работает. Они могут использоваться, ну, там, ищут, ищут призывника. Столько уже обложили со всех сторон и на работу, и в институт, и камеры, ну, не находится человек. Можно пойти в Яндекс.Лавочке, посмотреть его заказ? Не только могут пойти, скорее всего, пойдут, и Яндекс.Такси в том числе. Компания Яндекс, она является так называемым организатором распространения информации, официально объявлена, там есть такой реестр. И не только Яндекс, и Мэйл.Ру, и там еще там ряд компаний, вот, и они обязаны просто предоставлять онлайн доступ ко всем своим данным для оперативников, поэтому в этих компаниях не пользуемся никаким Яндексом. Яндексом, если вы там еду заказываете и пешком туда как-то добываете, я не знаю, или в соседний дом. Вот, еще, как вариант, опять же, да, это саботаж, но такой он жесткий уже, наверное, тоже, да, призывать это, наверное, не надо, но на самом деле можно, например, камеры портить. Только подходите к этому умно, не просто там прошли и там мимоходом ее там зацепили, а целенаправленно подготовившись, там, надев на ту же маску, кепку на глаза, лучше ночью как-то подойти эту камеру сломать. Вариантов много. Смотрите еще какой аспект, вот сегодня обсуждали, в частности, новые поправки в закон, где за госизмену могут теперь дать пожизненное, и читали много статей, с этим, например, адвокат Иван Павлов комментировал, и там я заметила такую интересную закономерность, что есть теперь такой пункт госизмены, это когда предположительно ты хотел пойти служить в СУ против России. Здесь не надо совершить факты, здесь, например, достаточно улететь за границу, а дальше следователь до тебя додумает, что ты хотел сначала в Казахстан, потом ты хотел через Стамбул, потом долететь до Польши, а из Польши ты хотел пойти в Украину, и там уже, значит, сражаться за украинскую армию. Это все следователь додумает, то есть достаточно полететь. Скажите, есть ли уже данные, может быть, вы сталкивались о том, что авиакомпании или компании-агрегаторы авиабилетов передают силовикам какие-то данные? Так вы когда границу переходите, вы уже данные все даете силовикам. Вы же не перейдете границу, не предъявив паспорта, ни одну, в том числе из Казахстана, вы все равно будете проходить границу, и там пограничники, они проверят у вас документы, поэтому никаких там авиакомпаний, ничего этого не нужно. Пограничники и так будут знать, вы ехали вы или не вы ехали. И тут нужно понимать, вот какую простую вещь. Сейчас Россия – это государство-террорист. Ее задача основная, в том числе и такими объявлениями, вот это то, что военком сегодня сказал, что вот мы будем искать вас по видеокамерам и так далее, это именно акт терроризма, то есть акт наведения ужаса, да, и какого там безысходства на то, что государство вас все равно найдет, вам не надо, вы там все равно так рано или поздно вас поймают, вы все равно пойдете служить, и вот это все, это именно акт терроризма, вот, и надо это понимать. А это совершенно не обозначает, что они смогут это сделать, ну, говорить-то не обязательно же, да, делать, вот, обещать не значит жениться, как говорится. Поэтому они будут сейчас запугивать население, не поддаваться просто, с террористами не ведут переговоров, просто не ведите переговоров с государством никаких. Ну, и такое для, к финалу нашего разговора, вопрос, вопрос импортозамещения. А вот интересно, вот эта вся система наблюдений, которым так гордятся в Москве, это полностью российский софт, это полностью российское ноу-хау или нет? И, то есть, договорю свой вопрос до конца, раз уж на то пошло, это руками российских айтишников создано? Давайте так, сейчас в мире там более-менее сложные какие-то айти-системы, которые там, вот, можно однозначно сказать, что это там производство какой-то определенной страны, нельзя, ну, невозможно так сказать. Нет такой страны, включая США, включая Китай, там так или иначе появятся какие-то элементы, сделанные не в этой стране. Ни одна страна это не стоит делать. Поэтому там говоришь, ну, вот это все сделано, как бы, айти, руками айтишников из России, ну, наверное, нельзя, потому что хотя бы микропроцессоры в России точно не делают. Как и не производят, кстати, и камер наблюдения. Все это сделано в Китае, в Китае, причем она тоже, это очень, там, сложная система. Вот, но понятно, что внедрение какое-то, и система какая-то, ее там вводили в действие, ну, как бы, вводили в эксплуатацию, разрабатывали. Ну, конечно, ну, те, кто владеет этой системой прежде всего, которые нанимали какие-то компании подрядчиков, подрядчики, которые, в общем-то, все остальное делали. В том числе монтаж этих камер. Намного ли, мало ли там чего еще надо делать. Поэтому, да, это российская система, ну, вот в таком, в общем, понимании, которая создана сложной, но антопрактического смысла это не несет никакого. Ну, окей, ну, окей, вы узнали, что она не импортозамещенная, что какой из этого вывод можно сделать? Нет, просто интересно, а вы когда-нибудь говорили, ну, знаете, чаще всего мы говорим, что вот эти люди, которые не интересовались политикой, а вот эти айтишники, которые... Мы об этом постоянно говорим, да, что, ну, собственно, та точка, которой мы сейчас оказались, это именно по той простой причине, что там большинству людей было наплевать то, что они делают, они не ходили на выборы, они не интересовались политикой, да, и до сих пор... И просто писали коды, да? Мы просто писали код, так ведь это тоже было описано, все это явление, еще там, не знаю, банально зла почитать, я забыл автора, там, у нее сложная фамилия, вот. Ханаринс. Вот она, да. Я прочитал недавно эту книгу, на меня она произвела там огромное впечатление, но это вот, она описывает то, что сейчас происходит. Мы просто писали код, мы просто, там, не знаю, закручивали гайки, мы просто строили газенваген, да, мы строили концентрационный лагерян, мы просто инженеры. Конечно, это плохое оправдание. Так или иначе, с вас когда-то все это морально хотя бы спросится. Можно, конечно, быть подонком совершеннейшим и наплевать на все это, но так или иначе, вина каждого россиянина, в том, что сейчас происходит, вина каждого россиянина, конечно же, есть. Хотя бы только в том, что он молча смотрел на то, что происходит. И моя в том числе, я, видимо, недостаточно громко говорил об этом. И моя в том числе, я тоже, видимо, недостаточно убедительно разъясняла и с экранов, и тем, кто рядом. Спасибо большое, Михаил, что пришли к нам. И отдельное спасибо за этот литературно-философский акцент в конце. Михаил Климарев, директор общества защиты интернета, был в эфире программы «Воздух». Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк. Так вы не только благодарите команду «Ходорковский лайф», которая для вас работает, но и помогаете Ютубу понять, что видео важно и нужно, и нужно его распространять. И обязательно подпишитесь, если вдруг почему-то этого не сделали. Так мы станем ближе.